так здравствуйте всем привет всем здравствуйте надеюсь то что сейчас пока мы тут настраиваем камеру к нам подключиться любители каких-нибудь дизайнов люди которые работают в ногтевом сервисе так ну вроде бы держится камера да все хорошо так но я надеюсь нам кто-нибудь сейчас маякнет что нас видно слышно потому что очень трудно сориентироваться вроде бы все нормально вот здравствуйте танечка нам написала ой спасибо большое все хорошо ну и отлично если звук хороший и видно хорошо тогда давайте сегодня начнем нашу встречу которую мы обычно проводим по четвергам именно в два часа дня стараемся да это делать ну чтобы примерно было до всегда одно и то же расписание чтобы было удобно ориентироваться значит мы сегодня девчата с вами встретились по поводу опять же дизайнов до дизайнов несложных дизайнов быстрых и с вами на связи город ростов-на-дону значит и я зовут меня наталья как люгина работая в городе ростове-на-дону школе екатерина мирошниченко и по четвергам мы с вами делаем такие незамысловатые дизайны которые может сделать абсолютно любой мастер вот поэтому как бы если клиенты ваши заинтересованы в дизайнах если вы заинтересованы в дизайнах чтобы делать их вашим клиентам я считаю что очень неплохая такая у нас идея с прямыми эфирами в которых очень много разных вариантов дизайнов мы с вами разбираем подсвечиваем рассвечиваем или просто подаем идею на самом деле иногда мастерам достаточно просто посмотреть фотографию типсиков и понять как это сделано вот и сегодня это не исключение как бы из правила скажем так то есть часто можно просто посмотреть и повторить вот а хочется как бы всегда знаете как бы вот подсказать идеи которые подойдут абсолютно всем и не нужно делать дизайны абсолютно на всех там десяти пальцах абсолютно не надо там потому что очень многие сейчас мастера говорят что не модно и так далее а мастера приходит фу а простите они мастера а клиенты приходят и говорят ой а что сейчас модно мастер говорит то что в принципе ему выгодно да вот то есть как бы мастер говорит то что сейчас выгодно однотон или вообще вот цветная база смоделировали закрыли топом и пошли или там прозрачным до тупом смоделировали каких-нибудь там что-нибудь налепил а стемпинг стемпинг конечно же вот и все и пошли на самом деле как бы на разные знаете как бы на вкус и цвет товарищей нет потихонечку вот к нам девчонки подключаются поэтому есть клиенты которые любят дизайн из клиенты которые не любят дизайн и точно так же и мастера правильно на базаре у нас же как бы два две стороны один хочет купить все из-за 3 копейки а второй хочет продать все из-за дорого поэтому как бы конечно кто-то заморачиваться не хочет кто-то чего-то поэтому дайте мы сегодня просто сделаем дизайн в котором могут быть задействованы любые конечно же цвета гель-лаков любые цвета гелевых красок вот но как бы наш выход в прямой эфир конечно же связан с тем что вышли новые гель-лаки и я вот так вот аккуратненько сделала их выкруску белый цвет не считается белый цвет это конечно же неизменный цвет у нас 01 белый лотос вот просто ну как бы он хорошо сочетается с яркими оттенками которые вышли совсем недавно здравствуйте подняла глаза с поздоровалась значит ну что хочу сказать вышло новый хвост ой так сколько их там по 7 до 7 7 цветов 7 оттенков значит красивые яркие цвета иногда знаете я слышу такие разговоры когда ой ну что уже повторяются уже это все было уже это все было слушайте на самом деле ну нету таких знаете вот цветов как бы есть вот там допустим радуга состоит из семи цветов и вот вокруг этих основных цветов как бы пляшет все что можно да всегда красненькие голубенькие желтенькие синенькие фиолетовенькие все одно по одному и так далее то с перламутром то с блестками то выбеленные то забеленные то более насыщенные пигментом гель-лаков а на самом деле все цвета всегда повторяются вот поэтому как бы яркие оттенки очень красивые те кто любят однотонное покрытие да на лето очень хорошо будет замечательно пойдут такие цвета и для педикюра и для маникюра то есть очень классно самое главное что хотелось бы отметить значит эти гель-лаки значит не нужно наносить толстым слоем не надо наносить толстым жирным слоем вы знаете эти цвета ложатся настолько плотно и да они свою плотность как бы своего плотность цвета даже просто за один слой то есть как бы не нужно как бы делать ногтевую пластину толще за счет цветного покрытия моделируете вы базы и базы старайтесь моделировать потоньше аккуратнее только стрессовую зону немножко приподнять до чтобы не были сильно ногти нахлобучены особенно это касается на ногах да то есть гель-лаки это хорошо когда обувь открытая когда обувь закрытая когда толстый-толстый-столстый слой шоколада нанесен на ноготочки ног и эти ноги бедненькие всегда в кроссовках а кроссовки еще не знаю там на размер а то и на два меньше и получается такая прям беда беда когда ногти поднимаются они холизисы и так далее вот значит ну это я все наговорила сейчас много много слов для того чтобы сказать о том что цвета которые вышли они очень имеют ну как плотный цвет да то есть в принципе можно наносить в один слой и вот в данном случае цвета нанесены конечно прозрачную типсу и в один слой вот единственное что я сейчас нанесла их просто на типсы без палок да а вот значит и так 7 оттенков да значит я пока вот их сейчас выложу вот сюда вот перед экраном там начинаются они с цвета 482 вот 482 483 красивый такие электрический такой синий красивый розовый так 83 84 это такой будет яркий оранжевый видите цвета да вот 85 ну естественно неизменный желтый-желтый вроде бы как я например себя если честно очень слабо представляю с желтым цветом допустим слушайте но когда молодежь приходит покрывает ноготочки на ручках на ножках желтеньким ярким под яркие сарафаны там 85 так 86 87 88 вот тогда сделаю и так 7 оттенков это значит ну есть общее конечно название рейв называется эти 7 оттенков значит здравствуйте и виолете тоже здравствуйте вот ну что хочется сказать значит уже сказала по поводу цвета можно даже в один слой наносить тонкий аккуратный слой вот не просвечивается да то есть как бы и просушка у них тоже как бы сейчас у всех лампы мощные принципе вы же даже об этом говорить принципе не стоит потому что в принципе в любых лампах сохнуть и что хочу сказать я значит готовясь к прямому эфиру конечно же там ну и типсики нарисовала да там и дополнительные материалы взяла так вот мне хотелось найти какие-то слова для начала эфира я значит описание маркетинга да нашла то есть как бы все классно все красиво слушайте не так прикольно пишут что даже вот такой вкусно вкусная ягодка на тортике послушайте про эти цвета что они написали наш маркетинг вообще девчонки конечно молодцы девчонки мальчишки подбирают такие слова прикольные палитра из семи оттенков где каждый несет мощный заряд позитива и вдохновение неоновый розовый вот он 483 видите дарит взрывные эмоции насыщенный оранжевый заставляет замереть от восхищение электрический синий переносит мир бесконечного рэйва прикольно правда же огни музыка и танцы насыщают воздух энергией а интенсивные неоновые цвета коллекции рэйв идеально сочетается с этой атмосферой неоновые гель-лаки рэйв стойкие яркие равномерное нет неотразимое покрытие все оттенки смотрятся невероятно эффективно на ногтях любой длины и формы красиво же красиво так а старые него на остались ну тут надо violet я думаю что они остались просто это самое надо может быть вам менеджеры подскажет я думаю что потихонечку просто обновляется линеечка и если они еще были в наличии не он это они конечно в принципе есть это же такие цвета которые знаете как бы ну не все любят да кто-то любит прям пастель ненький кто-то любит там бежевенькие оттеночки поэтому не он они конечно такой специфический до товар но блин клиенты все равно любят простите что я говорю блин вот и сегодня как бы вот опираясь на все цвета которые входят вот в этот набор рэйв значит ну была предложена такая тема фестивальный образ яркие цвета необычные узоры да вот значит ну что я сидела сидела думала думала и решила что надо по максимуму задействовать все цвета не брать какой-то конкретной и поэтому взяла и понаворотила вот такой вот интересный вариант такой знаете как бы винегрет винегрет и к этому винегрету видите на заднем плане практически ну старалась задействовать максимальное количество гель-лаков вот и значит конечно же нужно вспомнить о том что у нас же есть еще декорации декорации причем декорации сейчас и гель-лаки в сторону уберу декорации которые мы в принципе еще как бы даже вот и не использовали в работе ну вот напомню вам о том что классные шармиконы кстати вот к таким вот забавным фонам вот разного цвета видите там вот понаворотили понаворотили разные цвета сейчас покажу как это дело и все это очень но все новое хорошо забытое старое вот и можно прямо вот сюда запросто на этот фон прикрепить например приклеить например того же микки мауса да видите вот шармикон это из последних комикса 247 номер 247 то есть можно на неоновые оттенки запросто лепить всякие привидения микки маусы там денежку аффирмация да сразу у меня много много денег и прилепить на все пальцы доллара видите а вот значит комиксы и они по порядку их положила прикольная с названием со всякими так изящество 249 по моему 249 опять же это фразы выражения всякие разные мы уже говорили неоднократно что любые слова и слове слова словечки предложения написано очень хорошо осовременивают любой дизайн так это по моему у нас сова на 252 если мне зрение не изменяет это опять же вот на неоновый вот эти на неоновые оттенки можно запросто прикрепить пятнышки сверху какую-то надпись и так далее классно смотрится прикольно фон универсальный будет так вот этот fly по моему 253 наверно 253 здесь тоже и fly птички и перышки и надписи и тоже будет прикольно смотреться за счет того что белый черный рисунок классно смотрится мы сегодня задействуем вот такой с вами вариант такой знаете мы я вам прошлый прошлый раз в прямом эфире тоже на мастер-классе добавляла вот эти дизайны но сме именно совмещала их с морской темой с морской темы видите вот эти такие волнушечки золотые серебряные кстати номер это получается двести сорок восьмой мы сегодня задействуем прикольно часы отложу прям сторону чтобы мы их добавили в работу вот а я их сочетала с морской темой если в принципе если посмотреть на календарь что через сколько там уже нас две с половиной недели и лето начинается морское время то как раз таки мальдивы двести пятьдесят первый и рифы 250 250 251 золотые белые серебряные всякие звездочки морские видите прикольная тема вообще но я уже много уже пару тройку раз мы точно делали с морскими вариантами шермиконов так цветочную тему буквально недавно в мастер-классе своем екатерина николаевна показывала мирошниченко добавляла как раз в работу так вот такие сердечки кстати мне тоже понравилось я еще с ними ни разу не делала поэтому я сегодня тоже их задействую в работе чувство 240 вот 5 или 6 за внеса затрудняю сказать двести сорок шесть наверное ну такие сердечки видите тоже в черном цвете выполнены есть черном есть белом и я вот сегодня прямо взяла и как бы с удовольствием их добавила в работу то есть мы сегодня конкретно задействуем вот таких вот червяков видите такие золотые серебряные и добавим еще сердечки вы не против я думаю что может быть не покупали а может быть купить и понравится да а если купили не знали что делать вот сейчас вместе что-нибудь и придумаем на ходу правильно же так это шармикон чеки которые новые вышли буквально последние до их 9 штук новых вышло и еще хочу показать вам мы тоже не делали с вами вот такой интересный вариант нелкруста 5d так называется этот нелкруст номер 45 поп все только называется что ли поп поп-ит поп-ит но короче какое-то чудное современное название но в любом случае это объемные до объемные ну грубо говоря это нелкруст 5d это слайдеры слайдеры которые имеют объем чик и мы их тоже можем сегодня задействовать мы пару вариантов просто сделаем где-то мы добавим сердечки где-то мы добавим объемные вот эти вот слайдеры так еще раз это у нас нелкруст 5d номер 45 поп-ит тут про лето все вишенки и лимончики лето лавью классные прикольные штучки а кстати мы живем в ростове-на-дону у нас было очень чудесный апрель было очень тепло и радостно бы все быстро быстро распустилась и сирень уже давным-давно цвела и хитут начался и вот май середина мая вы знаете у нас очень прохладно и когда я делала дизайн обратила внимание на то что есть у нас вот как раз таки екатерина николаевна она прям предвидела что будет у нас кул наверное тоже холодная кул сам сам до холодное лето и такой замечательный кактус вам пожалуйста ну короче я думаю что на любой вкус и цвет можно найти дизайн и так ну что значит давайте мы с вами сейчас быстренько сделаем пару вариантиков да я же не думаю что вы против так добрый вечер тогда никто больше к нам не присоединился так скажите пожалуйста я очень переживаю с интернетом все ли у нас в порядке работает ли у нас интернет и мы с вами потихонечку начнем делать вот елизавета пишет нам значит нас в принципе слышно да значит напишут что гуляет гуляли под снегом да мы же видели москву все смотрели москву конечно же и видели какая чудесная погода была в москве так что еще нам более-менее повезло так ну что давайте в основу возьмем белый лотос 001 сделаем основу белую так предлагаю конечно же на просушенную базу сделать тоненькое покрытие а как основу постараемся сделать это очень тонко и просушим в течение 30 секунд любые гель-лаки сохнут 30 секунд я сейчас пока первая типса сохнет точно также покрою белым лотосом да на всякий случай вот так покрою белым лотосом еще одну типсинку потому что я думаю что мы успеем пару вариантов сделать так и покрываем белый лотос а вообще это может быть любой белый да если например взять белый белую гелевую краску допустим да у компании есть и ими есть альпийский снег можно альпийским снегом покрыть полностью ноготочек можно любым белым гель-лаком который у вас есть в наличии что касается компании это у нас есть 01 белый лотос так просушиваем теперь мы будем с вами добавлять в работу разные оттенки гель-лаков и сейчас возьму себе какую-нибудь коробочку прошу прощения сейчас я коробочку одна которой мне нужно будет нанести наверно цвета сейчас я секундочку хотела быстро коробочку с хочу просто белую бумажку вставить для того чтобы ну было видно хорошо вот так сделаем для того чтобы сюда просто нанести гель-лаки если вдруг не потребуется это значит что я предлагаю сделать предлагаю делать простые исключительно простые значит варианты дизайна нам потребуется с вами слайдер топ слайдер топ предлагаю выполнять покрытие по мокрому слайдер топу то есть очень простой вариант а цвета который мы будем задействовать я предлагаю прямо максимальное количество я сейчас пооткрываю все розовенькие желтенькие синенький все поставлю рядышком с собой вот смотрите розовый желтый синий сюда же можно вот такой вот интересный бирюзовенькие да такой красивенький цвет ну и посмотрим что еще у нас поместится итак поехали девчат значит смотрите добавляем слайдер топ да нам нужно поставить гель-лаки на скажем так скажем так стартовой линии для того чтобы делать все это дело очень очень быстро потребуется нам еще с вами я возьму апельсиновую палочку банально да даже не кисточку апельсиновую палочку хотя на самом деле можно и апельсин и любой кисточкой которая вам будет удобно это делать так ну что слайдер топ на наносим очень тонким слоем очень тонким слоем и можно даже аккуратненько не доходить до вростов там хотя бы один-два миллиметра для того чтобы ничего никуда не потекло да хотя на самом деле будем стараться наносить конечно же все очень тонким слоем вот ну и тем не менее аккуратненько береженого бог бережет да слайдер топ нанесли но теперь начинаем аккуратно добавлять разные капельки гель-лаков при этом как бы стараемся сильно жирно это не делать сейчас секундочку у меня какой-то попался волосочек самый как всегда неподходящий момент итак поехали значит давайте несколько капелек розовенького я буду стараться не на весь ноготь просто делать душа ляжет давайте немножко например особенно в центре вот в центре мне нужно такой вот электрический синий да немножко желтенького бирюзовенького на самом деле можно натыкать любые цвета просто вот эти все цветами это классно сочетаются они прям как будто знаете как бы созданы друг для друга можно так сказать так и теперь аккуратно я начинаю закручивать по спирали вот так аккуратно сначала наверно вовнутрь задеваем не отпускаем и стараемся я бы даже наверное еще разочек прошлась может быть даже по тем же ходам и вы знаете прям вот что-то я так поскромничала на самом деле можно было бы еще добавить вот так немножко добавлю прямо на ходу потому что знаете когда вот сам собой сидишь делаешь так прикольно выводишь все когда на камеру уже так нервишечки потряхивают и мы с вами сейчас возьмем тоненькую кисточку в нашем случае это 5 дробь 0 да у нас тоненькая кисточка есть и мы сможем вот так аккуратненько кое-где взять из центра вывести лучики вот так аккуратно много не будем аккуратненько вот так и просушиваем просушиваем и у нас принципе с вами фон готов давайте еще разочек чисто так запомнить гель-лак по которому хорошо растекается у нас гель-лаки как бы ну то есть как бы очень хорошо работает да 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 вот прям вспомнила юность лет так 20 назад обычным лаком так делали себе все просто знаете как бы когда начинаешь вот семь цветов представлять допустим в мастер-классе да и хочется и тот цвет показать и этот цвет показать я думала какой бы вариант взять чтобы вот максимальное количество цветов задействовать в том или ином случае да давайте например вот так побольше пятнышки не будем сильно мельчить давайте вот так поярче до розовенький только я все время стараюсь как бы делать это не толсто да вот этот самый самая проблема самая проблема скажем в том что не хочется толщины никакой дурацкой да то есть как бы чтобы не было навалено целая гора то есть стараюсь просто как растирать по поверхности так и теперь аккуратно начинаем закручивать взяла палку реально чтобы себя просто увереннее чувствовать чтобы кисточка знаете как бы не заламывалась и вот аккуратненько вокруг и пошла можно дистанцию сделать там ну промежуток между линиями покороче или пошире наоборот вот прям не хватает серединке капельку желтого какого-нибудь никогда не поздно взять и где-то что-то подобавлять просушиваем так но теперь однозначно в любом случае хоть я и нанесла один слой белого цвета да и тоненький слой слайдер топа и потом как бы аккуратно добавляла оттенки цветов видите то есть в любом случае нужно доделать да то есть привлечь внимание это у нас останется на заднем плане поэтому сейчас предлагаю перекрыть топом безостаточной липкости но в нашем случае промежуточный этап это teclas да топ безоста глянцевый топ безостаточной липкости который перекроет тоненько-тоненько наш фон перекрываем согласитесь что на всех пальцах этого делать не стоит это можно найти как вот четвертый пальчик покрыть например белым цветом и представить что это белый лист бумаги все остальные пальцы конечно же могут быть покрыты одним из цветов которые представлены допустим в этой коллекции да вот ну или любым другим цветом на самом деле вот в таком покрытии могут участвовать и 5 и 6 и 7 разных цветных оттенков не обязательно просто хотелось показать красоту сразу всех вот и все ни к чему никого это не обязывает вот и теперь как раз таки вход пойдут у нас с вами шарми кончики я предлагаю взять вот такой вот вариант еще раз напомню вам я если честно не знаю как это правильно прочитать 248 номер с такими красивыми червя как так и назовем шармикон червяки золотые серебряные можно любые задействовать правильно же правильно так меня просто есть открытый так ну давайте так для пущей важности возьмем даже пинцет в руки так ну естественно у нас какой-то будет акцент правильно же там вот допустим здесь у меня будет какой-то акцент допустим там какое-нибудь сердечко и вот какие-то такие знаете золотистые всякие варианты с червяками сейчас у нас пройдут по всей поверхности прикольно будет на заднем плане на переднем плане уже конкретно какой-то такой акцент виде какого-то сердечко или еще что-то так ну например да поехали по быстренькому и как обычно знаете вот вроде бы понимаю что пытаюсь показать начинаешь найти вот выбирать а какая же лучше картинка из всех на самом деле все какие-то непонятные и для ногтей очень приятные сейчас буду прям вот знаете как бы так вот прям от балды цеплять от балды и уже сказала правильно и скажите что уже оторвало разорвало уже не тут у меня еще не очень удобно из-под телефона тут вот выглядывать аккуратненько так есть это знаете когда застоялось много-много разноцветных гель-лаков денег на полочке и надо как бы расходовать и можно как раз таки в дизайн запустить все что валяется плохо все что лежала стояла не в том месте все запустить в работу абсолютно а еще лучше сделать конечно же у себя на руках правильно когда клиент приходит и видит что у вас что то есть там он начинает рассматривать и говорит ой прикольно слушай ну сделаем так на одном пальчике почему бы и нет таки немножко убрала с экрана шармикон потому что очень неудобно и хочется вот так видно то есть так по диагонали полосочка такая отсвечивает так есть пока в сторону уберу и давайте сюда точно так же сделаем я думаю что будет прикольно можно посочетать золото с серебром например почему бы и нет и по-прежнему за кадром продолжаю с помощью пинцета шармикончики снимать вот просто очень неудобно вот так подстроить вот так тоже можно чуть-чуть что-то я тут приспичило перевернуть можно зайти прям во все стороны от центра и туда сердце прилепить ну приклеить конечно же да неправильно говорю это ужасно на самом деле не подобает инструктору говорить некрасиво хочется же красиво правильно просто в центре будет эпицентр какой-нибудь элемент мы добавим что тут кстати туда можно как раз таки вот эти мордочки всяких микки маусов цветочки кстати блин прикольно было бы надо четыре не подумала об этом но у меня просто была идея задействовать именно вот эти вот всякие знаете варианты вспышки вау разноцветные цвета плюс вот это вот все тем более у нас фестиваль чуть ли не карнавал какой-то правильно же так ну и это у нас все есть и теперь мы можем как раз таки добавить то что мы с вами говорили либо это будет какой-то слайдер ну например видите вот тут вот сердечки и надпись да либо это будут какие-то шарми кончики ну вот мне очень нрави понравилось потому что фон довольно таки яркий мне вот понравилось например прикреплять сюда какой-нибудь вот сердечко причем небольшое на такое маленькое и знаете мне кажется сразу какой-то вот акцент да здесь вот так например сердечко из полосочек вообще смотрела на этот шарми кон и знаете там сердечко такое с леопардовыми пятнышками в сердечко с полосочками из цветочков из полосочек каких-то ну так прикольно прям ну вот сюда видите через сердце проходит кардиограмма весна о нет уже лето практически продажи сердце цветное покрытие не знаю я понимаю что у меня сейчас могут закидать всякими нехорошими комментариями по поводу ой там и это это и пятое и десятое но мы ведь с вами говорим про лето и мы с вами говорим про дизайн одного буквально пальчика ведь на всех же пальцах этого делать не нужно правильно же ну и опять же кому-то нравится кому-то не нравится а мне нравится что всегда знаете можно предложить клиенту под запрос хочется сейчас делаем не хочется не надо ну и вот и все и закрываем естественно топом ну топ у нас сейчас есть всякие разные и блесточками так далее я не вижу смысла такие дизайны яркие закрывать топом с блестками потому что но это уже будет правда даже для меня чересчур для моих глаз поэтому это может быть ультрашайн это может быть текласс это может быть значит любой топ которым вы работаете например давайте возьмем ультрашайн да ведь вот ультрашайн ультрашайн мне нравится как он блестит и стеклассом они очень хорошо дружат можно так вот с вами все приклеивали закрыли топом и просушили в лампе топ низ ну обычно же гель-лаки сохнут 30 секунда но вот в любом случае топы лучше просушить подольше потому что глянцевый то будет лучше блестеть матовый то станет более матовым скажем так не то что матом будет дольше носиться будет меньше пачкаться и хорошо просушенный топ в любом случае это хорошая носка правильно же так ну и давайте сюда вернемся ну вот опять же мы с вами можем сюда добавить какую-нибудь объемную картинку и объемную картинку я имею ввиду вот опять же нэл крус да вот объемный слайдер смотрите уже показывала вот например вот тут вот объемный слегка кактус или вот здесь вот объемное сердечко причем даже вот про лето что-то написано да это объемные такие буковки ну опять же на вкус и цвет я ни в коем случае никого ни к чему не призываю но просто прикольно получается так ну давайте так нам потребуется тогда какая-нибудь мокрая салфеточка ага все у меня тут есть мы сейчас с вами вырежем объемный слайдер это я если честно вырежем а сама еще не придумала чего вырежем сейчас посмотрим но меня тут вот фиолетовый цвет так чтобы не слилось чтобы не слилось в принципе могу тоже сюда сердечко вы не против если это будет тоже сердце практически моя любовь к вам сейчас я пока вырезаю все что на бумажке все размачивается водички правильно же все это переводные картинки как моем далеком детстве так у меня тут есть вот ватный диск смоченной водой и так водичка намочили так и можем только мазнуть на нанести слайдер топ только в то место где куда будем прикреплять но если вдруг слайдер топа нету можно просто воспользоваться базы это же не проблема правильно слайдер топ а я прошу прощения сейчас возьму наверное пилочку вот тут аккуратненько чтобы не торчал кусочек шарми кончика снизу остался так надо всегда следить для чтобы никогда не выглядывала никакой шарми кончик со стороны свободного краешка так ну что возвращаемся слайдер топ так просушиваем здесь 15 секунд очек этого времени будет достаточно прикрепляем наше сердце вернее любовь к маникюру видно прикольное такое объемное сердечко видно и опять у нас как кардиограмма с вами до золотая проходит видно не видно но мы сейчас любом случае топом покроем мне кажется будет хорошо видно сейчас мы немножечко может приподнять капельку мне кажется отсвечивает не пойму даже можно принципе ничего больше не прикреплять и так получается ярко и красиво просушиваем так вот этот сюда прикрепляем потому что у нас уже тут есть нечто похожее а здесь девчат ну давайте не знаю вместе может быть подумаем может быть имеет смысл все-таки какие-то буковки прикрепить мне хочется мне все время знаете как рука чешется вот где-нибудь что-нибудь еще потому что мне очень нравится когда какие-то надписи присутствуют ну холодное лето можно конечно отрезать и прилепить ну давайте не знаю про любовь все-таки что-то хочется правильно сердце же все-таки у нас с вами хочется что-то про любовь так что здесь у нас так ладно вот тут какие-то есть словечки я думаю что даже если мы не в тему попадем все равно будет прикольно они тоже будут объемными хотя на самом деле но можно могли на каждом этапе становиться можно было даже остановиться просто на белом фоне я с вами согласна сейчас наверно кто-нибудь так и подумал так я опять налажен салфеточку латный диск положила тут вот словечки до разноцветные такие написаны так я нанесла чуть-чуть слайдер топ там хочу куда их прикрепить так и остается в принципе только закрепиться и перекрыть сверху объемные слайдеры надо конечно же очень внимательно с ними быть потому что надо же хорошо перекрыть и и объем сохранить правильно так все прикрепили здесь вот сбоку хорошенечко прижали вообще можно как бы штампиком до для стемпинга хорошенечко прижать для того чтобы ничего не торчало и обязательно обязательно просушить зафиксировать зафиксировать затем нужно будет обязательно взять ультрабонд ультрабонд и после того как вы просто просушите объемный слайдер надо конечно же обработать ультрабонд высыхает на воздухе одну-две минутки после этого перекрыть топом давайте мы возьмем также ультрашайн будет хорошо блестеть и теперь хорошенечко перекрываем и вот тут вот внимание да то есть не просто перекрыли так убираем все лишнее кисточку я отжимаю обратно во флакончик да и стараюсь как бы убрать лишнее так и теперь нам нужно взять все равно отдельно кисточку я предлагаю взять например кисточку не знаю давайте возьмем там для градиента например или овальную кисточку это овальная кисточка мне в руки тут попалась просто нужно будет обязательно убрать вот лишний лишний топ с поверхности объемных слайдеров или нелкруста да вот лишнее убрала и теперь обязательно просушиваем просушиваем лампе хорошо бы просушить одну-две минутки и после этого в принципе все вот значит может быть какие-то есть вопросы может быть кто-то что-то как бы хотел бы спросить здесь я тоже просто здесь ничего сложного как мозаика до кусочками как лоскутное одеяло тоже на белом фоне перекрыла белый фон а потом цветные вставочки добавила никак их не разъединяла просто аккуратно границу и даже приклеила шермиконы в виде сердечек видно значит мы сейчас наверное вот так сделаем сейчас и перемещу чтобы было удобнее сфотографировать вот так сделаем и сюда сейчас приклеим так здесь все просушили мы с вами задействовали все цвета до которые вышли в новом наборе я думаю что в принципе как идея как фон принципе вам пригодится так ну и что еще хочется сказать значит вот когда их много очень сильно много ярких красок и на ляписто можно сказать аля писта да то есть как бы прям вот лишнее вот это все а давайте мы с вами просто представим что мы с вами пытаемся допустим соединить это на одной клиентке допустим и мы делаем всего лишь один пальчик смотрите я так специально покрыла ноготочки то есть например один ноготь розовый один ноготь например у нас вот так с вами сердечком а рядышком просто белый пальчик смотрите как получается прикольно да то есть вместо розового здесь может быть абсолютно любой цвет правильно же это может быть и вот этот свет уже будет по-другому смотреться здесь может быть как раз таки цвет который преобладает на соседнем пальчике видно а все остальные пальцы допустим вот допустим да вот допустим покрыли его номером 487 до на одном белом пальце например сделали разводы всех остальных не получается очень даже прикольно давайте попробуем другой сюда ноготочек ставить вот так раз принцип один и тот же да здесь чуть больше разводов чуть больше красок и опять же это может быть с сочетание да с любым цветом не знаю мне почему-то вот это так доставляет какое-то удовольствие знаете как бы не нужно там давайте просто местами поменяем давайте сначала сделаем например белый давайте какой-нибудь из этих возьмем вот так оп а сюда давайте какой-нибудь например даже тот свет которого здесь нету рядышком видите получается даже довольно таки прикольно ну я пробовала с черным цветом сделать вы знаете мне не понравилось вот и как бы а именно вот на белом фоне получается очень даже миленько смотрите поджелтый сарафан и получается классно ну на самом деле как бы найти как уже говорила эту фразу неоднократно на вкуса цвет товарищей нет как говорится да вот но так хочется быть иногда вам полезно и хочется быть полезным человеком в этой жизни вот поэтому давайте я вот так сейчас делаю и кому захочется тот сфотографирует и будет работать с этими новыми а ну сфотографировать полбеды да купит гель-лаки новые красивые и все будет у вас хорошо желтый цвет чуть не забыла как я могла вот так ну что девчат сегодня у нас было не очень много слушателей все это конечно я постараюсь мы сейчас сохраним попытаемся все это дело записи и конечно же на ютюбе появится этот ролик вот но я надеюсь что ваш интерес к нам не угаснет значит как всегда встретимся в следующий четверг тема будет конечно же в расписании сообщено дополнительно надеюсь что все у нас будет хорошо с вами всем всем в любви красоты и весны скоро лето ну и конечно же всем побольше денежных клиентов всем удачи до свидания до новых встреч а